МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет, друзья! Так как ты вместо Александра сегодня, предлагаю тебе же и рассказать о ставках на этот прекраснейший, великолепнейший в этом матче могла играть Россия. Матч. Финальный матч Чемпионата мира по футболу. Друзья, всем добрый день! На самом деле, очевидный фаворит финала, разумеется, это сборная Франции. И все четыре букмекерские конторы, которые мы традиционно представляем в рубрике прогноз, дают примерно одинаковый коэффициент на победу сборной Франции в самое время. Это коэффициент в разлете от 1.94 до 1.97. А на сборную у Хорватии, соответственно, верят не сильно, что хорваты смогут вырвать победу в основное время. Там коэффициенты в разлете от 4.8 до 4.95, соответственно. Ну и ничья в основное время также допускается. Коэффициенты в разлете от 3.20 до 3.28. Как мне кажется, очень хорошая ставка, учитывая только хорваты. Я думаю, что реально они сыграют в дополнительное время. Это можно назвать как Хорват Тайм. Да, да, да. Раньше было Ферги Тайм, а Хорват Тайм на чемпионате мира в России – это еще 30 минут. Ну, слушай, учитывая то, что они 3 матча плей-офф, которые сыграли, все перевели в принципе в дополнительное время. Ставка. Причем 2 из них в серии пенальти еще. Да, но и ставка, которая как бы коэффициент 3. Мне кажется, это вообще отлично. Я думаю, хорваты в финале не будут отдавать французам победу в основное время, так это уж точно. Да, так что, друзья, ставки делаем очень аккуратно и особенно передаем привет нашим друзьям, которые вчера на Англии потеряли полторы тысячи рублей. Итак, Франция, Хорватия. Время 18.00. Стадион Лужники. 15 июля 2018 года. Определяем нового, а возможно и несколько кратного. Сколько у Франции может быть кубков чемпионов? Уже третий будет. Либо третий кубок, либо первый кубок у Хорватии, либо третий у Франции. Сейчас мы это все с вами решим. В нашем прогнозе, короче, понеслась. Погнали. И вот этот момент, который ждали миллионы людей по всей Европе. Финал чемпионата мира по футболу. Стадион Лужники. Да, немногие до него дожили до этого финала. Слушай, ну как, вообще, что скажешь по личным ощущениям на финальный матч? Очевидно, что, наверное, не самая зрелищная фиша. Я не скажу вообще, кто победитель, потому что из-за того, что реально сборная Хорватии три матча подряд играла в дополнительное время. Ну, послушай, ну как они их играли? Ну да. По большому счету, они ведь сыграли четыре полных матча вместо трех. Учитывая все дополнительные полчаса, которых три аж набралось. Конечно, да, могут сказать, что Федор Смолов сыграл не так, как должен был играть. Не Федор Смолов, ты неправильно говоришь, это Майкл Паненко. Ну что это? Сборная Франции забивает гол на 22-й минуте. Слушай, вот о чем я тебе и говорил. На самом деле, Хорваты владели преимуществом территориальным. Второй буквально выпад. И Оливье Журу, который по статистике, кстати, на этом чемпионате ни разу не пробил в створ ворот, ни разу во всех матчах, в которых выходил, открывает счет. Ну вот Журу бы второй момент сейчас выйти напрямую по воротам, не получается. Вообще было бы здорово, если бы в реальной жизни... Русский судил бы, да? Нет, это было бы слишком по-русски, знаешь. Тогда бы, как бы не сыграли Хорваты, все бы говорили, вот русский судья. Первый тайм подошел к концу. Французские болельщики довольны, что поставим? Давайте посмотрим на статистику. В принципе, очень равная игра по владению Хорваты, как я и говорил. В принципе, превосходит своих соперников. Но, как мы видим, счет на табло. Владение Хорватии вообще никак пока не реализовалось в забитые мячи. Хотя в начале матча были пару хороших моментов. Ну да, поехали дальше. Ну нет, тут каркас ворот сейчас мячники. Французы очень бодро начинают и как-то прям даже растерянность. Ну да, в 1805 году, если я не ошибаюсь, французы тоже очень бодро начали. Но в итоге наши чуваки сожгли Москву и им пришлось идти домой. По принципу пусть уж она никому не достанется. Что мы видим? Министр спорта Колобков сжигает кубок мира. И Манжукич! Это Манжукич. Там Андреич. Опять Манжукич. Опять головой. Да. Попадающего. Туринского Ювентуса. И плевает то, что он может быть без двух минут чемпион мира. Пол-ювент сейчас будет складывать в себя полномочия игроков этого поистине прекрасного и великого. Как я считаю, с сайд-клуба уже сложил в себя полномочия. И 2-1. Вау. Слушай, вот знаешь, что я хочу сказать? Хорваты во всех матчах плей-офф на чемпионате мира в России пропускали первыми. Мы, в принципе, эту традицию продолжили. И пока продолжаем традицию, что они неизменно отыгрываются. В принципе, я думаю, заслуживают того, чтобы быть признанным лучшим. Но нет. Это Киллиан Баппе. Подсказ от мучителя сплинтера пришел. Подсказ дошел до Киллиана. Опа, опа, жиру. Давай, меняй свою статистику на 3-2. Ну, да. Два гола забил это матча. Красава. Это, конечно, тотальный, тотальный просто провал в центре защиты. Я не знаю, кто это мог быть, но чтобы хорваты на последних минутах так играли. Только когда джойстик в моих руках, на самом деле. Буквально 2 минуты у хорватов есть, чтобы что-то придумать. И. Они могут только придумать, как без пересадок домой долететь. Модрич, подача. Ну, нет, это для Лериса. И сборная Франции становится чемпионом мира. Поздравляем французов. Все-таки вот прагматичный футбол сборной Франции. По сути, сколько было моментов за весь матч? Ну, 3,5 и 3 гола. Причем, какой герой финальной встречи? Это Оливье Журу. Два гола. Два же он задел. И один Мбаппе. Итак, Франция становится двукратным, да? Двукратным, да. Двукратным чемпионом мира. Просим извинения за начать нашу программу. Двукратным чемпионом мира становится сборная Франции, которая не получала ни разу кубок Жюли Реме, но получит второй раз кубок чемпиона мира, который вот этот новенький, который любил держать великий болельщик сборной Бразилии, который приезжал на каждый чемпионат мира. Спустя 20 лет французы вновь забирают пальму первенства в мире. И хорватам не удалось взять реванш, потому что в полуфинале 98-го года как раз французы не пустили хорватов в главный матч. Что я могу сказать? Матч выдался довольно киносычным на событии. Не все игры в России были такими вот крутыми. Ну да, абсолютно верно. Итак, друзья, в финале победит, по нашему мнению, сборная Франции. Ну а на этом мы все. Наш цикл передач в этом году, в этом сезоне телевизионном заканчивается. Мы уже с вами увидимся осенью, где будем моделировать новые турниры, новые лиги и прочее. Новые рубрики, новые форматы. Что самое интересное, попробуем разобраться, что такое Лига наций. Новый турнир для Европы, который даже сами европейцы и сами Wi-Fi не понимают, зачем его сделали. Артур Мохин, Роман Принсков. Дня вас в видео в эту программу. Большое спасибо, что пришел. Спасибо, Роман, что позвал. Пока-пока. Давай, Хрватска. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова